Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Знаете ли вы, что такое легкое бездорожье? Когда поломка автомобиля бывает в радость? И какие культурные места прячут леса и снега Рязанской области? Об этом другом нам расскажут основатели сообщества любопытных джиперов «Своя колея», координатор Ольга Кендинова и экскурсовод Алексей Пучков. Здравствуйте! Здравствуйте! Рада видеть вас в нашей студии. Расскажите, как родилась идея проекта и в чем, собственно, он заключается? Год назад мы с одним товарищем подумали, что у нас в Рязанской области есть мероприятия соревновательного характера для полноприводных машин. Но есть много машин, которые люди купили полноприводные, но они не хотят соревноваться, но куда-то съездить на нем хотят. Плюс у нас есть такие места в области, куда не так легко добраться на автобусе, пешком на велосипеде. И как раз объединив все это, мы решили сделать проект внедорожной направленности, но с познавательным уклоном, чтобы люди на внедорожниках могли ездить с нами, машину особо не ломать, но смотреть на интересные места. Не страшно людям с детьми присоединяться к вашей компании? Прежде чем мы что-то организовываем, мы всегда организовываем любой маршрут, мы продумываем, что с нами поедут с детьми, женщины, дети, старики. Просто наши мероприятия объединяют тех, кто готов куда-то поехать. Кто заряжается такой творческой энергией. Да, 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 совершенно верно. Вы подчеркиваете, что не суровые условия привлекают все-таки ваших единомышленников, а культурные места. Алексей, тогда вопрос к вам. Как, собственно, дается находить те точки на карте, о которых многие даже не слышали? Ну, тут интернет, всемирная сеть, она помогает находить информацию. Просто сначала придумывается маршрут, а уже потом по маршруту мы смотрим, что там можно найти интересного, что можно посетить. Либо это бывает, да, мы выбираем какое-то значимое место культурное, да, там, какой-то старой усадьбы какого-то, там, человек, сыгравшего роль, серьезную роль в истории государства, там, нашего края или соседней области. А уже по пути ищем, что еще можно посетить, посмотреть, чтобы это была не просто цель проехать по грязной дороге или там по лесу, а еще чтобы мы, ну, что-то нового узнали, как-то развивались немножко истории родного края. Ну, вот, немножко хотелось бы фактов. Какие самые необычные места вы уже успели посетить? Ну, самые, наверное, необычные были, это пещеры Староверов в Веневском районе, в Тульской области. Мы ездили в прошлом году летом. Там основная была у нас поездка, цель поездки была усадьба, ну, там, железнодорожного магната 18-19 века. А пещера была поездка двудневная, и второй день у нас были вот эти посещения этих пещер. А в Рязанской области какие места больше всего запомнились? Наверное, деревня, да, заброшенная. Культура? Да, деревня, так называемая деревня культуры, которая уже там много лет заброшена, и там никто не живет. Вот, и, наверное, такое самое, как сказать, оригинальное место, которое мы посетили. Мы выехали там большим количеством машин, потом просто те люди, которые, ну, как, оставили в себе вот такой запал доехать, поехали. Потом в какой-то момент дорога кончилась совсем, пришлось некоторое время идти пешком, и вот потом перед нами открылась эта деревня. И с каждым годом там получается, что туда все хуже и хуже попадается, потому что дороги зарастают, леса просто растут там посреди лугов. Вот, и скоро такие, как сказать, некоторые места скоро исчезнут, там, не сможем мы до них добраться. Какое ощущение, какие чувства, когда вот ты заходишь, по сути, на нетронутую целину, где не стыпала давно нога человека? Ну, это любопытство. Вот, кстати, это еще одно из, как сказать, из тех причин, по которым мы создали свою колею, потому что, как Алексей сказал, что прежде чем позвать куда-то людей, мы сами должны проехать и посмотреть. И бывает так, что ты смотришь на карту, там, вот такая-то усадьба, такая-то усадьба, там, церковь, а между ними есть какие-то дороги, там, по лесам, полян, там, через деревни. И иногда видишь, что деревня заброшена, то есть там какие-то пометки. Либо сравниваешь две карты, на одной она есть, на другой уже нет. Думаешь, дай-ка я проеду через эту деревню. Заезжаешь и понимаешь, что здесь давно уже никто не ездил, и вот когда ты видишь что-то необычное, там, какую-то страшную дорогу или там какие-нибудь невероятно разваленные домики, то хочется этим поделиться с людьми, показать это все, и вот рождается такие маршруты, что, а там, а давай мы отклонимся от маршрута, заедем в эту деревню, или там, давай мы здесь вот свернем, не проедем по асфальту, а там через лес, ну, там такие какие-то, не знаю, деревья классные будут. Мы заранее смотрим маршрут, мы едем и смотрим, может ли там из деревни А попасть в деревню Б, а там, если, не знаю, мост смыло, или там давно машина не ездила, или наоборот прошел лесовоз и все разместил, то мы, естественно, туда не поедем. Как правило, прокатка, это мы просто разведываем, где не надо ехать, да, чтобы в день мероприятия мы поехали уже нормальной, какой-то адекватной дорогой. То есть прокатку мы катаем не маршрут, а наоборот все, что вокруг, чтобы отсеять ненужные, так скажем, нам дороги. А легкое бездорожье, это все-таки бездорожье или это дорога? Нет, это все-таки больше, наверное, бездорожье, потому что часто мы ездим, где-то это лес, лес, это, возможно, какие-то лесовозные колеи приходится, надо пересекать, либо их объезжать, если совсем трудно. Вот, то есть часть маршрута, это всегда какая-то легкая обычная дорога, асфальт, немножко какой-то проселок, но часть дороги, это все-таки бездорожье. Застревали, приходилось самим толкать, вытаскивать, как вообще все это происходит у вас? Если в поездке особенно есть дети, есть женщины. Ну, все-таки, наверное, мы все-таки больше джипера, чем путешественники, поэтому у нас формат, это сообщество такой специфический, да, поэтому мы к этому все нормально относятся, все туда едут в любую поездку, понимая, куда мы едем. Бывают такие люди, кто потом пишет комментарии, что было мало внедорожье, хотелось бы больше, иногда он нам, мы при планировании следующих мероприятий, мы что-то ищем, где вот можно... Душ отвезти. Да, чтобы эти люди получили свое, так говорится. То есть люди уже сами просят, чтобы маршруты были более сложные даже. Тех, кто боится сломать машину, они просто, наверное, не едут никуда. Либо не лезут туда, вот в эти места, потому что всегда можно объехать, либо посмотреть, как перед тобой машина пройдет, там кто-то там вултых, в какой-нибудь там брод, вот волны пошли, а кто-то осторожненько, осторожненько с краешку. То есть каждый месяц. Почему? Ну, да, название такая, своя колея, кстати, да, в том году у нас был вопрос у организатора переименовать ее, но все-таки своя колея осталась. Почему? Потому что мы всегда за то, что если люди хотят попробовать пройти своей дорогу, какой-то участок, пожалуйста, мы, если вы хотите, как это называется, рубиться, пожалуйста, рубитесь. Мы всегда планируем какой-то альтернативный объезд для тех, кто не готов сломать автомобили, там с детьми рискуя, да, там, что застрять на всю ночь, мы всегда планируем какой-то альтернативный, более легкий путь. Сколько раз за одну поездку вы застреваете? Ну, там такая ходится, толкается, такая ситуация, что ездит несколько машин, ну, допустим, там от 10 до 15, или там последний момент, вот последнее время у нас там вообще 20 машин поехало, и если один автомобиль застревает, то его тут же вытягивают идущие там перед ним или за ним. Вот, поэтому кто-то там может застрять, там, не знаю, ну, раз в пять, кто-то вообще ни разу, потому что там хоп и прошел. Вот, а так, сложно сказать. Это зависит от опыта водителя или от машины? От всего, от опыта водителя, от того, каким он едет, там, первым или последним, вот, от того, какие у него колеса на машине, какая сама машина, там, вот, очень много факторов. Вот, когда вы планируете маршрут, когда, в принципе, планируете длительность поездки, наверняка учитываете предпочтение. Я видела, что у вас в группе есть опросы, где люди с вами голосуют. Вот, уже можно явно делать какие-то выводы, у вас есть много статистики. Какие предпочтения у рязанцев? Что они любят? Подальше, поближе, посложнее, полегче? Неизвестную культуру или что-то вообще принятые места? Вот эти голосования, они вот и родились, да, из споров, потому что, как правило, у нас коллектив всегда делится на три части. Кто-то хочет поехать далеко по лёгкой дороге, но что-то посмотреть. Кто-то хочет немножко поездить по лесу, как говорится, да, единение с природой. Есть те, кто хочет, вот, им надо грязи, но поближе. Учитываем пожелания людей, но всё равно это хорошая дорога, немного бездорожая, и всё-таки какая-то познавательная часть. Вот, потому что если уйти в хорошие дороги, это туризм. Если в плохие дороги, это жёсткий спорт, который у нас есть, клубы, которые организуют жёсткие соревнования, да, для оффроуда, вот. Если просто достопримечательности, то это просто исторические посещения какие-то. Поэтому мы вот стараемся объединить всё. Есть ли какая-то специальная подготовка, требуете ли вы от участников? Допустим, в зимнее время обязательно мы пишем про тёплые вещи, чай, там какой-то минимальный запас еды на какое-то время, потому что всё-таки это дорога, и может быть всё, или очень сложная. А вы не водители, а пассажиров берёте? Да, у нас это сильно развито, то есть люди, кто едут, имеют возможность посадить кого-то пассажиров, берут пассажиров. У нас таких людей, не имеющих внедорожники, много. Ну, тогда у меня есть все шансы. Спасибо вам большое за интересную беседу. Зрителям напомню, что в гостях у нас были основатели сообщества любопытных джиперов «Своя колея». До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова